здравствуйте тема сегодняшнего урока внутренняя энергия идеального газа термодинамическая работа количество теплоты и теплоемкости то есть мы с вами переходим к такому разделу физики как термодинамика что мы должны с вами в принципе здесь знать мы должны применять уметь применять форму внутренней энергии атома и двухатомного идеального газа при решении задач а также применять форму работы и количество теплоты а также удельно теплоемкости при решении задач внутренняя энергия это у нас с вами энергия которая сосредоточена внутри тела если вы помните все тела состоят из частиц по первому положению как между которыми есть промежутки то есть все тела это макротела тела состоящие из большого числа частиц и поэтому такие тела как правило на виду с механической энергией обладает еще энергией заключенной внутри миксами то есть внутренней энергии она входит в баланс всех энергетических превращений то есть при нагревании тела без совершения механической работы внутренняя энергия увеличивается и существует также обратный процесс когда внутренняя энергия переходит в механическую с точки зрения молекулярно-технической теории внутренняя энергия будет складываться из технической энергии беспорядочного движения молекул и потенциальной энергии их взаимодействия друг с другом значит внутренняя энергия она у нас с вами обозначается большой буквы и она равна сумме технической энергии беспорядочного движения всех молекул и потенциальной энергии взаимодействия молекул между собой судя из-за определения мы с вами будем помнить что внутренняя энергия у равна средней технической энергии плюс средний потенциальный средний потому что большое число частиц и молекулы движется у нас с вами беспорядочно это формула которую мы с вами улучшали в школе формулу которая нам не давали в школе внутренняя энергия то есть это вот эта формула представляет собой в принципе формула для решения задач почему потому что в этой форме техническую энергию потенциальную энергию в принципе измерить тяжело потому что частиц очень много движется не беспорядочно на каждую частицу спидометр не повешаешь силу взаимодействия тоже определить тяжело поэтому есть универсальная формула по которой можно найти внутреннюю энергию зная массу нашего газа зная малярную массу то есть если мы знаем из чего состоит газ р универсальная газовая постоянная и ты это температура которую тоже очень легко измерить остается неизвестным у нас с вами и пополам и пополам буква и это степень свободы то есть это сколько направлений может использовать молекула при своем движении вот у нас с вами и 1 это означает что у нас степень свободы 1 атомный молекул для 1 атомный молекул число степени свободы равна 3 для двух атомный равно 5 для трех атомной и более равно 6 давайте рассмотрим это например вот у нас с вами молеку 1 атом она может двигаться в трех направлениях потому что мы с вами живем в трехмерном пространстве если она может двигаться вдоль оси x y и z поступательно поэтому число степени свободы 3 если взять двух атомную молекулу что здесь происходит также она может двигаться вдоль трех осей поступательно а также может у нас с вами вращаться в двух направлениях грубо говоря по часовой стрелке и против часовой стрелке получается уже пять видов движения 5 степеней свободы если взять молекулу трех атомная у нее 6 степеней свободы 3 степени это связано с поступательными движениями доля оси и еще три степени свободы связано с вращением вокруг центра массы состав внутренней энергии входит кинетическая энергия поступательного вращательного как мы выяснили и колебательного движения молекул также входит потенциальная энергия взаимодействия молекулы атома если вы помните атом состоит из ядра вокруг которого вращается электричество электроны вращается по определенным энергетическим уровням то есть у нас существует энергия электронных оболочек и самая сильная это внутри ядерная энергия если вы помните ядро состоит из протонов и нейтронов протоны частицы положительные если помните у нас электростатику то одноименные заряды когда получается ядро давно-давно должно было развалиться на куски это самая сильная энергия для того чтобы отделить протон от ядра на необходимый либо ядерный взрыв либо термоядерная реакция поэтому это одна из самых сильнейших энергии как мы можем с вами определить внутреннюю энергию внутреннюю энергию мы с вами можем определить легко и просто по макроскопическим параметам то есть тем параметам который описывает тело в целом и для нашего случая легко и просто измеряется это давление объем и температура внутренняя энергия идеального одноатомного газа говорит о том что у нас с вами газ идеальный и он одноатомный раз газ идеальный то потенциальная энергия взаимодействия молекулы между собой равномерно соответственно из нашего уравнения пропадает потенциальная энергия и получается что внутренняя энергия равна кинетическому значит кинетическая энергия идеального атомного газа у нас с вами находится по форме 3 вторых кт но таких молекул очень много поэтому нам нужно найти их количество вспоминаю что для того чтобы найти число частиц мы должны энного гадро умножить на количество вещества или если расписать получается что энного гадро мы должны умножить на массу вещества подставим это уравнение внутренней энергии получается что внутренняя энергия равна 3 вторых массы на молярную если k умножить на энного гадро получается r это уже с вами выясняли и остается температура кто забыл r это коэффициент вольтсмана умноженный на энного гадро это у нас с вами 8,3 на сотой джоуль делить на моле на пиво это универсальная газовая постоянка к чему мы с вами приходим мы приходим к тому что внутренняя энергия в принципе прямо пропорционально абсолютным температур от чего зависит внутрение она зависит от температуры чем больше температура тем вышему от масс и газа она в числителе значит чем больше масса тем больше внутренней энергии и от малярной массы. Чем больше малярная масса, тем у нас внутренняя энергия будет меньше. Отчего она не зависит? В данном случае она не будет зависеть от объема и давления. Если взять идеальный многоатомный газ, раз он идеальный, потенциальная энергия также остается равномерно, внутренняя энергия будет равна кинетической, как мы выяснили, внутренняя энергия будет пропорциональна температуре, а следовательно внутренняя энергия будет равна сумме кинетической энергии поступательного движения молекулы и кинетической энергии вращательного движения молекулы. Но это газы идеальные. А теперь давайте рассмотрим газы реальные, то есть те, которые существуют вокруг нас. У реальных газов взаимодействие между молекулами происходит, поэтому потенциальная энергия не равна нам. И соответственно для того, чтобы найти внутреннюю энергию, вы должны сложить кинетическую энергию поступательного движения и потенциальную энергию их взаимодействия. То есть мы вернулись к той формуле, от которой вышли. От чего будет зависеть внутренняя энергия реальных газов? Она будет зависеть от температуры. Чем больше температуры, тем больше кинетическая энергия. И от объема. Чем меньше объем, тем молекулы чаще будут сталкиваться. Потенциальная энергия будет расти. Теперь давайте рассмотрим работу. То есть у нас с вами в термодинамике рассматривается не только перемещение малых частей подвижной среды относительно друг друга. В результате у нас с вами меняется объем тела, а раз меняется объем тела, то меняется внутренняя энергия. Скорость тела в целом остается равной нулю. То есть само тело не движется, движется только внутреннюю. Частица. Из работы определяется так же, как и в классической механике. Но она уже будет равна не изменению кинетической энергии тела, а изменению его внутренней энергии. Давайте рассмотрим пример. Например, при сжатии газов увеличится кинетическая энергия молекулы. И газ нагревается. Это у нас рисунок справа. Мы с вами уменьшаем объем. Молекулы сталкиваются чаще. Соответственно, энергия растет, температура увеличивается. Если же мы с вами наоборот газ расширим, то после столкновения с удаляющимся поршнем, скорость молекулы уменьшается и газ охолождается. И поэтому в первом рисунке у нас температура становится меньше. Теперь посмотрим, как нам с вами вычислить работу. Значит, произведенная работа при изменении объема подвижной среды в нашем случае будет А штрих. То есть, это работа самого газа. А штрих будет равна П дельта В. То есть, мы должны с вами давление умножить на изменение объема. То есть, то, что ходит под кошку. При расширении газ совершает положительную работу, то есть, он сам расширяется. А при сжатии сжимаем его мы. То есть, работа газа будет отрицательной, а работа над газом, которую мы совершаем, будет положительной. Чем будет отличаться работа газа от работы над газом? Работа газа самого всегда со знаком штрих, а работа над газом всегда без знака штриха. То есть, в общем случае давление газа будет являться функцией от объема. Но работа газа по-прежнему численно равна площади фигуры, которая будет ограничена графиком в зависимости давления от объема. То есть, смотрите. Первый рисунок у нас изобарный процесс. То есть, давление не меняется, вот наша прямая. меняется объем V1 и V2. То есть, площадь вот этой фигуры закрашена, в принципе, и будет соответствовать нашей с вами работе и находиться по форму V2. При изотермическом процессе изотерма у нас кусочек гиперболы, то площадь уже у нас, смотрите, становится намного меньше. При изотермальном процессе, то есть, объем у нас меняется, вот эта вот часть равна 0. Если мы давление умножим на 0, мы получим, что работа равна 0. Правильно, потому что у нас в фигурах получается прямая линия, площади у нее нет, соответственно, работа равна 0. Если взять общий случай усоединенный, то у нас получается вот такая непонятная кривая, по которой мы можем с вами найти работу. Теперь давайте рассмотрим работу в различных процессах. Вот смотрите, процесс изобарный, то есть, давление у нас постоянное, подчиняется закону Геи и Сатем, работа газа будет равняться P дельта V. Если мы вспомним равнение Мобилеевых иронов, в котором говорится, что P V равняется массе дельта маляр R V, вместо P дельта V мы поставим с вами вот эту часть. То есть, если здесь можно меняться объем, то здесь будет меняться дельта. Получается, что работа газа будет равна массе дельта маляр R T2 минус P1 или R дельта V. То есть, в нашем случае, работа будет равна площади, которая ограничивается графиком PV и равна P дельта. Если процесс изотермический, то есть, температура у нас с вами постоянная. Это у нас с вами закон более моряр. Как мы уже выяснили, работа газа будет равна площади описания этими линиями. То есть, если мы построим, то вот этот вот кусочек заключенный здесь между P1 P2 и V1 P2 это и будет наша с вами работа. И как мы уже с вами говорили, при изофорном процессе объем у нас постоянный, это закон Шарли. Работа будет равна нулю, потому что объем не меняется, то есть, изменение объема равно 0. Давайте рассмотрим такую причину, как количество типов. теплоты значит у нас с вами используется, когда происходит процесс передачи энергии от одного тела к другому, без совершения работы. Такие процессы называются теплообменом или теплопередачей. А вот количественная мера изменения внутренней энергии при теплообмене как раз так и называется количество теплоты. Судя по рисунку нашей схемы видов теплопередач у нас три. Теплопроводность, конвекция и излучение. Теплопроводность, когда происходит обмен кинетической энергией между хоотичными движущимися частицами, взаимодействующих тел или частей одного и того же тела. Что значит конвекция? Конвекция это перенос энергии потоками жидкости и линдами. Прекрасно знаете, что холодный воздух всегда внизу, а теплый воздух всегда поднимается вверх. Излучение это процесс переноса энергии электромагнитными волнами. Такой процесс возможен даже у лакунов. То есть мы с вами в принципе солнышко чувствуем тепло, этот процесс у нас с вами происходит благодаря излучению. То есть в общем случае при переходе системы из одного состояния в другое внутренняя энергия может изменяться как за счет совершения работы, так и за счет подвода тепла извне. Давайте рассмотрим формулу количества теплоты. То есть количество теплоты это изменение внутренней энергии тела в процессе теплопередачи без совершения работы. Обозначается буквой код как мы с вами в седьмом классе учили для того чтобы найти количество теплоты необходимое на нагревании либо охлаждении мы должны удельную теплоемкость умножить на массу и на разность температур. Удельная теплоемкость в нашем случае это джорджи для килограмма нужно на кель то есть это то количество теплоты которое поглощается или выделяется одним килограммом вещества при изменении его температуры на 1 кель для одноатомного газа существует отдельная теплоемкость для изохорного процесса и изобарного значит для изохорного это ЦВ оно будет находиться как 3 вторых универсальная газовая постоянно делить на малярную масло а при изобарном процессе ЦВ это 5 вторых универсальная газовая делить на малярную масло при парообразовании или конденсации когда у вас получается жидкость переходит в пар или в газ или наоборот в газ переходит жидкость количество теплоты находится как удельная теплота парообразования множенная на масло если вспомнить тепловление кристаллизация то это будет уравняется лямбда умножить на н где лямбда это удельная теплота парообразования такое же количество теплоты один килограмм вещества отдает при охлаждении на 1 грамм в цельсию где на теплоемкость обнащается в любой цель единиц в дельной теплоемкости является 1 жуль на килограмм на грамм в цельсию или 1 жуль на килограмм на грамм в спину значит значения эти определяются экспериментально их можно найти в любой таблице в любом поисковике можно вбить значение дельной теплоемкости указать вещество и в принципе он вам выдаст таблицу в которой вы можете в любой просто экономить жидкость имеет большую дельную теплоемкость чем металл самую большую дельную теплоемкость имеет вода поэтому даже когда на улице холодно выходит вода вам кажется что она холодная потому что она обладая большей теплоемкости забирает у вас больше тепла поэтому вам кажется что она холодная очень маленькую дельную теплоемкость имеет взрыв давайте рассмотрим даже простой пример вы едете в автобусе на улице вроде как бы вам более-менее комфортно ручки ваших не как только вы в автобусе беретесь за поручем он металлический вам кажется что он гибр он имеет такую же температуру как окружающий воду но у него больше теплоемкости когда вы его касаетесь он забирает у вас тепла намного больше и поэтому вам кажется что она намного холоднее ну а поскольку количество теплоты равно изменению внутренней энергии тела то в принципе можно сказать что отдельная теплоемкость показывает насколько изменяется внутренняя энергия одного килограмма вещества при изменении его температуры на 1 градус цельсия вот ну и здесь пример что в частности внутренняя энергия одного программа свинца при его нагревании на 1 градус цельсия увеличивается на 140 джон а при охлаждении соответственно на 140 джон уменьшается домашнее задание значит домашнее задание прочесть страница 191 205 учебника физика 10 класс первая часть из раздела решайте на странице 196 решить первую задачу и на странице 201 решить первую задачу задачи сфотографировать прикрепить ворк и поместить на форта какие можете использовать учебники учебники физика 10 класс справочный материал физика таблицы к схемам а также дополнительный видеоматериал который тоже лежит на портале .